Приветствую вас! Давайте будем разбираться с тем, что вы написали. Ну, во-первых, измена – это всегда психотравма, измена – это всегда испытание для человека в том смысле, что испытание для его эгоизма, испытание для, ну, эгоизма здесь я имею ввиду, что вот человеку изменили, да, он думает, вот это из-за меня, это из-за того, что я такой или такая, да, мне изменили, вот. То есть, это, конечно, довольно сложно бывает пережить, вот. И, если честно, вот здесь вызывает вопрос ваше именно отношение, скорее, к измению. Да, то есть, то есть, то есть, мужчина вам изменил, да, муж, муж вам изменил, а вы как бы даже не сказать, чтобы старались разобраться, да, в в причинах, по которым он это сделал, вот. То есть, ну, что, что было между вами, эээ, что случилось между вами, какие, эээ, эээ, ну, были или могли быть между вами, вот, что повлекло измену. То есть, это вот, конечно, эээ, надо бы, эээ, в любом случае, эээ, изучить, потому что, эээ, 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 следствие, эээ, эээ, ээээ, в отношениях, ээээ, 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 эээээ, Без понимания того, что они знают, без понимания того, как вам нужно скорректировать свое поведение, ну, слишком мало шансов на то, что ситуация сможет выправиться, стать другой и так далее. То есть, измена, это всегда очень неприятно. И на тему измены в любом случае нужно разговаривать. На тему измены в любом случае нужно общаться, обсуждать, чтобы не было каких-то недомолвок со стороны, например, ну, например, со стороны мужа, со стороны вас. То есть, чтобы все было максимально прозрачно, чтобы вы, например, понимали, что происходит, да, чтобы муж понимал, что происходит, чтобы вы понимали его потребности, чтобы он понимал ваши потребности. Вот. То есть, это все такой достаточно важный момент, если вы хотите понять, что с этим делать. Вот. Вот. То есть, измеры, это не то, что можно, а, значит, ну, просто, да, и, скажем так, забыть. Вот. Вот. Поэтому здесь акцент внимания в этом моменте, акцент внимания я делаю именно на причины его измерения. То есть, то, что вы поссорились, это я понял, то, что вы поссорились, это, это понятно, то, что вы поссорились. Но, не каждая ссора приводит к изменам, да, как вы, наверное, понимаете. Вот. Поэтому здесь нужно разбираться. Дальше. А, значит, он не изменил, после чего в течение двух месяцев убивался, добивался, и мы снова помирились. Понимаете, Ксения? А, в чем заключается важный момент. Если мужчина вас, как вы говорите, добивался, да, добивался, убивался, и вы потом помирились с ним, то примирение – это ваша ответственность. Понимаете? Понимаете? То есть, это то, что вы взяли и сделали. То есть, взяли и помирились с мужчиной, например, ну, с мужем, да? То есть, ну, пришли к какому-то решению, пришли к какому-то соглашению, вот, и так далее. Ну, у вас, у вас, примирение произошло, на мой взгляд, довольно пассивно. То есть, вы просто сказали, ну, ладно, ладно, хорошо. Хорошо. Окей, все. Все, хорошо. Мы помирились. Так это вот так не работает. К сожалению. Измена – это свидетельство кризиса ваших отношений. Это именно свидетельство того, что есть кризис у вас. Что имеет место быть кризис. И кризис в отношениях, да, системных. То есть, ну, повторяющихся имеется в виду. Вот. Дальше, значит, мы снова помирились. Пришли ли вы к какому-то решению? Было ли у вас выработано какое-то решение? Понимали ли вы, когда, вот, мирились, по какой причине возникла измена? То есть, ну, было ли у вас понимание этого? Договорились ли вы о чем-то? Условились ли вы о чем-то? Вот. То есть, здесь вот, мне кажется, на этом нужно обратить самое пристальное внимание. Дальше. В этот период, пишите вы, у меня появился мужчина. То есть, в период, когда муж за вами, значит, ну, с повышенным вниманием ухаживал, да? Вот. В период, когда муж, значит, ну, убивался, да? В период, когда муж добивался вас. Вот. В этот период у вас появился мужчина. С чем это было связано? То есть, я хочу сказать, что, если вы были расстроены тем, что ваш муж вам изменил, если вы были расстроены этим, то вам, по идее, было не до того, чтобы у вас появлялся новый мужчина. А если новый мужчина появился, значит, либо чувства к мужу были не настолько сильные, либо вы делали это ему назло. Ну, то есть, грубо говоря, да? От обиды. Вы делали это от обиды. У вас появился мужчина. То есть, как бы, муж изменил, и вы позволили себе, значит, другому мужчину, так сказать. То есть, как это происходило? Как это происходило у вас? Что происходило? Какие были субъективные причины ваши для того, чтобы появился, ну, появился мужчина, да? Другой. Отношения были просто, были без особых чувств. Просто отвлечь. Потому что, вот понимаете, Ксения, вот, вы ведь не первый раз отвлекаетесь от проблем, когда они имеют место быть. то есть, вы часто используете подобную, ну, подобную схему, подобную методику, когда возникают сложности. Часто ведь вы так делаете? Часто ведь вы отвлекаетесь? Я почему-то думаю, что да. То есть, вместо того, вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы в своей семье, да, чтобы работать, например, с мужем над проблемой кризиса, да, вместо того, чтобы обратиться к тому же психологу за помощью, вместо этого вы отвлекаетесь. Вместо этого вы отвлекаетесь на другого мужчину. Вот опять же, важный момент, да, важный момент. Чем вы руководствуетесь или руководствовались при выборе данной модели поведения? То есть, отвлекались вы от чего? Ну, от боли, обиды, да, вот. Но становилось ли боли и обиды меньше, когда вы отвлекались? Нет. Вы меньше ее чувствовали, но она не уходила. Они, точнее, не уходили боли и обиды. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, опять же, ваш субъективный аспект. Очень важен. Дальше. Значит так. И как-то я встала перед выбором он или муж. Здесь, Ксения, еще одна ловушка для вас. Потому что даже вот чисто теоретически, если вы оказываетесь перед выбором, да, он или муж, то это означает, что с мужем у вас по сути все, конечно, ну, потому что сам факт выбора, да, сам факт того, что вы выбираете, уже означает, что мужа вы, ну, воспринимать не способны, ну, как единственного партнера в своей жизни. Но даже в этом случае, даже в этом случае вам нужно было, то есть если вот вам понравился другой мужчина, если стал вопрос выбора, вам в этом случае нужно было уйти от своего мужа. Уйти от него. Уйти от него. Уйти от него и побыть одной. Чтобы, чтобы разобраться в себе, в своих чувствах, чтобы изучить себя, свои чувства и так далее. Вот. Чтобы не уходить от одного мужчины к другому, что является, по сути дела, очень деструктивной моделью поведения, в силу того, что человек при таком подходе не воспринимается как, ну, как самостоятельный субъект. Абсолютно. То есть он воспринимается только в сравнении. То есть ваш новый мужчина, например, воспринимается вами только в сравнении. То есть только в сравнении. Вот по сравнению с мужем, да, например, он и хороший. Этот новый мужчина. Но когда мужа не будет, например, да, допустим, или наоборот, да, если там речь, допустим, не о мужа, а о любовнике. Вот. То есть когда другого человека не будет, по сравнению с которым вот этот человек выигрывает, то что, 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 что будет? Что произойдёт? Вот как правило, как правило, ничего хорошего не происходит. Потому что, когда восприятие человека опирается на сравнение, его личность уходит на задний план. И это делает невозможным любое постоянное отношение. Нормально. Да? Но, опять же, факт выбора – это кризис в ваших отношениях к мужу. С одной стороны, большая любовь и страсть, с другой стороны, а с другой стороны, любят меня, всё, что угодно сделают и мне спокойно. Смотрите, какая история. Большая любовь и страсть, кстати, непонятно с кем. Особенно, если вы говорите, что без особых чувств. Так. Вы пишите, что появился мужчина, отношения были без особых чувств, просто отвлечься. И тут вы пишите, что, с одной стороны, большая любовь и страсть. Большая любовь и страсть с кем? Понимаете ли вы, что любовь и страсть вместе практически не существуют? То есть это взаимоисключающие, взаимоисключающие друг друга, по сути, чувства. Вот. Понимаете ли вы, что большая любовь за два месяца, ну, весьма и весьма сомнительно. Вот. Понимаете? Какая история. Но. Так или иначе. Так или иначе. Большая любовь и страсть с мужчиной. Да. С любовником. Ну, я буду, для простоты, буду называть, буду называть его так. С любовником. Да. Это означает, что с мужем чувств у нас нет. Чувственной жизни у нас нет. С мужем. То есть это означает, что вот с мужем на эмоциональном уровне вы голодаете. По факту. Вот. То есть я хочу сказать, что вам с мужем не хватает эмоций. Вот. Своих эмоций. Ваших эмоций. Кстати, вот я отвечал вам на вопросы на ваш, про страшные картины. И. Получается, что я был прав. Я был прав. Вам не хватает эмоций. Вам не хватает эмоций. Дальше. Значит. Здесь хочу. Здесь ребенок. Здесь свобода. Вот. Большая любовь. А здесь свобода. С другой стороны, любят меня. Все что угодно сделают. И мне спокойно. Спокойно. Здесь перенос ответственности. То есть вот. А. Как вы. Воспринимаете своего мужа. Да. Я так понимаю. Что. Речь идет именно о нем. О мужа. Вот. Что это берет ответственности. Потому что. Все что угодно сделают. Для меня. Там и так далее. Любят меня. То есть это вас любят. Но не вы. Чувство не к вам. То есть чувство не у вас. К вам. Но не у вас. Чувство. Понимаете. Какая история. Вот. И это. Как бы сказать. Использование человека. Это. Как бы сказать. Позволение себя любить. А в этом нет ничего плохого. в самом по себе. Но. Как вы можете видеть. Вам этого мало. То есть вам недостаточно того. Что вас любят. Вам недостаточно того. Что для вас. Что-то делают. Вам этого недостаточно. Вы хотите еще и сами. Что-то чувствовать. Вы хотите еще и сами. Что-то ощущать. Вот. Вот. Понимаете. И. Получается. Так. Что. Что для вас. Для вас. Не подходит. Такой вид отношений. Как когда. А. Вас любят. Тут только. Но. Вы хотите. Вы нуждаетесь в этом. Почему. Потому что. А. Это дает вам. То. Что нужно. То. Что вы хотите. Вот. Это дает то. В чем вы нуждаетесь. По сути. Вы. В том. В заботе. В том. Чтобы вас. Оберегали. В том. Чтобы за вас. Что-то. Что-то делали. Ну. Короче говоря. В нуждаетесь в том. Чтобы за вас несли ответственность. То есть в первом случае есть «хочу» в такой, ну скажем так, активной форме, а во втором случае есть «хочу» в такой, более пассивной форме. Но везде есть «хочу» и везде, самое что главное, везде есть использование, везде есть использование. То есть вот если вам поставить вопрос, если вопрос поставить, кого вы любите, да, из этих мужчин, например, да, или с кем вам нужно быть из этих мужчин, то ответьте себе на вопрос, что вы готовы сделать для своего мужа и для этого мужчину, для любовника. То есть готовы ли вы что-то делать вообще для, ну, для людей, для этих, и что именно вы готовы сделать. Дальше идем. Так, я выбрал своего мужа. Вот какой критерий был выбор Ксения? То есть вы выбрали мужа, хорошо. Критерий какой выбор мужа? То есть вы выбрали его почему? Потому что вам так спокойнее было? Потому что меньше риска было? Или, 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 или что? Ну, я не удивлюсь, если ситуация именно так складывалась. А потом у вас страшная картина в голове происходит. Потому что отреагирования нет. Но забыть его изменность могла только, только месяцев через восемь. Опять же, Ксения, поймите, забыть нельзя. Ничего нельзя забыть. Как нельзя начать, эээ, там, с чистого листа, от, ну, отношения. Да? Вот. Нельзя ничего забыть. Это детская позиция, что вот я хочу забыть, я забыла, там, и так далее. Это детская позиция. Потому что это было, измена была. Эээ, она имела место быть. Она, эээ, результат, эээ, значит, ну, каких-то определенных процессов, как я уже говорил. И она обязательно повторится, если вы, эээ, ничего не сделаете для того, чтобы, эээ, выработать какие-то решения. То есть, ну, и, она обязательно повторится, если вы, эээ, не придете с мужем к, эээ, каким-то, там, совместным, эээ, решениям, договоренностям, не поменяйте, не подкорректируйте свое поведение. Ну, ну, опять же, как, как вот мне кажется, да, что вы свое поведение точно не корректировали. Наоборот, вы, ээээ, значит, мужчине дали понять, что, значит, ну, что вы можете, там, уйти от него, вы можете, там, эээ, значит, эээ, бросить его, вы можете выбрать, эээ, другого и так далее. Вот. То есть, это не та деятельность, которую, эээ, можно реализовывать, эээ, для того, чтобы, ну, вот, чтобы не повторилось больше такого измены, я имею в виду. Вот. Поэтому, еще раз, еще раз, да, забыть, забыть невозможно. Не нужно надеяться, что вы что-то забудете. Да. Вы просто перестали на это обращать, обращать внимание, это просто, эээ, перестало вас волновать, вы, эээ, поверили в то, что, эээ, у вас все хорошо, да, верю, 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 что так, верю. Но это не означает, что ситуация с изменой была решена. Вот. В принципе. Потому что, ээ, ну, еще раз, да, понятно, понятно, что я говорил, эээ, что измена, это системная проблема. Это результат системных проблем в отношениях. Вот. Ну, за исключением только, наверное, тех случаев, если, если мужчина, там, эээ, допустим, в состоянии, ээээ, ну, значит, алкогольного опьянения, там, и так далее. Вот. Понимаете, да? О че, о чем, эээ, идет речь. Дальше. Так. Эээ, прошел год, мы очень сильно поругались, расстались. Эээ, ну, вот тут тоже момент, да, эээ, значит, поругались. Эээ, из-за чего? Вот. Поругались, эээ, из-за, эээ, каких и каких проблем. Эээ, что значит расстались, если, если это, ээээ, ваш муж? То есть, с мужем нельзя просто взять и расстаться, это не парень. Вот. Понимаете? Какой аспект? Это не парень, с которым можно просто взять и расстаться. Это муж. А, с мужем расставаться нельзя. Ну, так легко. То есть, тут, опять же, не совсем, эээ, понятно, ээээ, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду, говоря о расставании. Эээ, в первые сидения, назло, в соцсетях, начал, эээ, добавлять, эээ, девушек, а мне в новостях все было видно. Ну, то есть, это говорит о том, что, ээээ, проблема его, ээээ, восприятие, его восприятие, ээээ, ситуации, да, проблема, ээээ, того, как он воспринял всю эту ситуацию с ээээ, ну, с мужчиной, да, который, ээээ, у вас был, она его не отпустила, не отпустила. Это говорит о том, что, ээээ, у мужчины, возможно, ээээ, были на вас какие-то обиды, ээээ, которые он в себе держал. И ссора, ээээ, которая у вас произошла, ээээ, вполне возможно, вполне возможно, ээээ, значит, имела именно эти причины. Что интересно, ээээ, вы не раскрываете, ээээ, не раскрываете, ээээ, объекты ссоры, объекты ссоры. То есть, что послужило, ээээ, причиной ссоры. Вы не говорите. А это важно. Потому что, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть это повод для выражения своих накопленных обид. То есть человек не выражает свои чувства в реальном времени, не способен выражать свои чувства в реальном времени, не способен, боится и так далее. И его поведение, оно ясно говорит, что мужчина ту ситуацию не отпустил, которая произошла. Хорошо это или плохо это, да, сейчас речь не об этом. Не отпустил. Так, я не передала особого значения, думала назло, но я узнала, что в слетке с одной из них все же был. И что такого страшного во флирте. Муж сам рассказал, хотя перед этим я видел переписку, так он телефон оставил у меня под носом, как потом сказал специально. И постоянно твердил, что я когда-то тоже выбрала между ним и мужчиной. Ну да, это обида. Обида на вас, да. Вы не обговорили, не обсудили, не проговорили то, что произошло. А эта девушка постоянница в заведении, где муж работает. Я не смогу спокойно отпустить эту ситуацию. А что значит я не смогу спокойно отпустить эту ситуацию? Что это значит? То есть, что вы имеете ввиду? Какой смысл вы в это вкладываете? То есть, мужчина вам изменил по ряду причин, которые были причины, по которым он вам изменил. с этими причинами, с этими причинами вы ничего не сделали. Ну то есть, вы не приложили никаких усилий, как это видится мне, для того, чтобы у мужчины больше не было оснований, оснований для того, чтобы вам изменять. И вы рассчитывали на то, что ситуация разрешится сама собой. Опять же, это наивность, это опять же детская позиция. вот, и этого не произошло. И вы по-прежнему сейчас, вы по-прежнему сейчас, нуждаетесь в мужчине, потому что он для вас делает то, что вот вам нужно было. Так, постоянное лицо перед глазами, ее лицо перед глазами, ком в горле. Я боюсь, что можно все повториться. А чем для вас это страсть? Чем для вас это страсть? Какие мысли вызывают у вас это, какие чувства вызывают у вас это? Как вы себя чувствуете? А если у нас все будет хорошо, я буду спокойно относительно, но если вдруг мы поздорим, то я буду сидеть и трестись. Из-за чего? Из-за чего? Вы зависимы. Это зависимость. Зависимость от, значит, ну, от человека, да? То есть вы просто-напросто слишком сильно нуждаетесь в нем. Вот. Соответственно, что с этим делать, да? Снизить, снизить нуждаемость в нем, вот и все. Это то, что вам нужно сделать. Снизить свою нуждаемость в этом мужчине, вашем мужчине. Вот. Если проще, то взять ответственность на себя. Взять ответственность на себя. За то, что вы делаете за свои желания, которые у вас есть. Вот. Еще. Пойдем. Вот это то, что вы можете сделать. Реально. Так, ну, помогите, пожалуйста. Что с этим делать? Что с этим делать, чтобы что? Если наладить отношения, это одно с мужем. Если разобраться в себе, это другое. Понимаете? Что делать, чтобы что? Сильно. Сильно. Можно говорить, что вы не уверены в себе. Можно говорить, что вы, допустим, боитесь одиночества. Можно еще очень много всего сказать. Это будет из области предположений. Да? Ну, потому что, как бы, здесь предполагать, мне кажется, что у вас не стоит. Вот. У вас есть ребенок? Я это помню по предыдущему вопросу. У вас есть ребенок. Вот как вы думаете, ребенку от всего этого хорошо? Кстати, думали ли вы о ребенке, когда, ну, заводили еще одного мужчину? Вот. Какого будет ему, ребенку, то есть я имею ввиду. Вот. То есть, понимаете, детская позиция, вот эта вот бесконтрольная «хочу», да, и, возможно, неуместное подавление своих желаний. То есть там, где надо, вы свои желания подавляете, там, где не надо, точнее, там, где не надо, вы свои желания подавляете, а там, где надо, вы их не реализуете. Вот. То есть произошел, как бы, эээ, как бы смещение произошло, да? Вот. И вот это вот нужно выпрямить, это нужно подкорректировать, чтобы вы сами брали на себя ответственность за то, что вы хотите, чтобы вы сами принимали решение, чтобы вы сами, как бы, как бы шли, ну, вот, по жизни своим путем, да? И, соответственно, не обращали внимания ни на кого. Вот. Хотя бы, хотя бы, хотя бы ради ребенка это сделать стоит. Как мне кажется. Вот. Потому что, ну, ребенок, то он от вас зависит, да? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания.